Пу-пу-пу, дисклеймер. Бред, я третий, сегодня мы с тобой продолжим проходить. А ну-ка, Вест, хоть мы и играем уже за эту ведьму. Ага. Так, любовное послание, любовное послание, должно быть где-то здесь. Тут один хлопок, стоп, что? Неужели оно? Ага, точно, ну и просто Филя, написал на салфетке. А раз Яника даже не стала его искать, значит она решила, что это пустой мусор. Здесь сказано моей дорогой Маргаритке, ярчайшему бриллианту. Розы красные, лилии желтые, я люблю тебя, алюмишли, и подпись Джейкоб. Но я никогда не читала столь откровенных слов. Я даже не удивлен, что этим он ее не подцепил, конечно. Ты, конечно, этот, стихотворец, гребаный. Привет, Яника. Привет, Юни, чем могу помочь? Так, я слышала, что ты умеешь делать свечки. О да, в прошлой четверти я написала для мамы целый доклад. Да, само собой. Ты как думаешь, ты не могла бы научить меня? Что, что ты говоришь? А расскажи, решили ли ты мне, как лепить эти дименные свечки, или без разницы, мне все равно. Ой, да запросто, я с радостью. В принципе, нужно только раздобыть воск, либо парафин, либо пчелиный воск, что-то подобное. Погоди, кажется, школьные мелки сделаны из парафина. Я, в общем, иногда кормила ими малыша дракона, кажется, ему было вкусно. О, как мило. Но если найдешь воск, тогда останется только обернуть фитиль воском, и свеча готова. А фитиль можно сделать из любой веревки или нитки. А потом, если хочешь, можно какую-то свечу в краситель, чтобы изменить ее цвет. Ага, воск, фитиль, караски, пф, все просто. Спасибо. Хотя не особо за что. Обращайтесь, Винни, я рада помочь. Так, изготовление свечей, волнуйся насчет экзамена путника, ты случайно не находила в классе. Ты случайно... Слушай, Янка, ты случайно не находила в классе никаких писем? Что? Писем? Кажется, нет. Боюсь, мама не одобрит, когда в классе передаешь записки. Так всегда. Хотя это интересно. Значит, ты их еще не видела. Что не видела? Неважно, я ухожу. О, ну ладно, Винни, увидимся позже. Так, ну давай тогда записку ему дадим. Эй, герой любовник. Винни, замолкни. Успокойся, у меня хорошие новости, вроде того. Твою так называемую поэзию не игнорировали, просто она была слишком похожа на мусор. То есть, Янка ее пока что не прочла? Конечно же, это все объясняет. Мои слова наполнены чистых эмоций и не могли не тронуть ее душу. Уверена, они ее тронут. Хотя, возможно, не так, как ты хочешь. А где же? А мне больше не нужен этот нелепо символ любви. Теперь на моей стороне сила поэзии. Но, Винни, ты не могла бы сделать одолжение и передать мое письмо Янке? Настоящий поэт никогда не показывает свои руки. Да, ладно, ладно, только хватит драматизироваться. Ого, что это такое? Я вдруг заметила что-то на земле. Как да, естественно. Кажется, это тебя Янка. А, мне? Ой, какая ты внимательная. Как раз то, что мне сейчас нужно. Правда? Успокойся, мое шальное сердце. Пришел момент с моих величайших слов. Спасибо, Винни. Так намного лучше. Не за что я Янке, она заработает. Шикарно слушать. Так, Вилькин, у меня к тебе просьба. Эй, что надо, Винни? Можно мне попробовать? Можно мне попробовать? Нет, не надо почкать мое ее своими девчачьими соплями, Винни. Ну и ладно, не египет. Но я видела, как ты одолжил его Яннике. Ну да, Янника не девчонка, она леди. Да ладно, хватит вешать лапшу. Угу. Кажется, у тебя немного не получается. Да? А у тебя немного не получается? Магия. Что съела? Зачем так делиться? Я просто же хотел спросить, у тебя голова не болит? Это и есть практика, Уинни, без труда и не вытащишь рыбку из труда. Слыхала? Вилькин, без шлема ты заработаешь только с отчасти сением мозга. Че? Говоришь, у тебя есть шлем? Я тебе одолжу за него свое йо-йо. Что? А где, если ты отдашь мне йо-йо, тебе уже не понадобится? То есть, конечно, не постараюсь, да вы для тебя шлем, ладно? Клево-клево. Ладно, пошла я пойду. Вот и хорошо, ты меня отвлекаешь. Да, какой же он тупой все-таки. Ладно, пошли сюда. Так, мехи, мехи, это вот это вот, который воздух делает так. Теперь они наполнены газом от сухого льда. Пошли к храм за горы, заморозим эти пчел, ёбаный. Все, вот так вот, нападло. О, отлично, басичник. Да я хочу, да никак не дотянуться. Ну так спустись по лестнице, джоп-твою нахуй. Где-то выйти из дома. Давай. Улей. Идем. И че? Хер ли толку? Так, подожди. У меня есть идея. Пошли сюда. И уголь дадим дракончику, так? Да, хорошо, допустим. О, ну и манера. Раз, да, и тёпленное дыхание в кауте, не заболел животик. Не-не-не, не забирай его надолго. Ты же знаешь, что красный дракон вал ловится, когда забирают веди Тенша. Я знаю, знаю. Я знаю, знаю. Ты фортишь, как моя мать. Извини, просто будь и соросниц малышом. Так, хорошо. Че мне теперь? Так, не-не-не, давай просто решим, куда что делать. Так, ну, улей. Улей. Сойдет ему, как шлем, оно. Но мне кажется, отсюда не надо. Воск у меня. Теперь нужно отнести его к Хансу для свечей. А, вот как. Все, понял. Пошли тогда к Хансу. Давай, добывай воск. Эй, Ханс, где клиника? Пчелин воск. Янека сказала, из него можно сделать свечу. Отлично, надеюсь, ты не поранилась, когда его доставала. Ну, уж нет, я не такая глупая. Ясно. Мне нужен только воск, он внутри. Ты не могла бы забрать улей? Молодец, у нее осталось только... Пока найти фитиль, и мы сможем доделать свечи. Значит, нам еще нужно добыть материал для вечного фитиля. Синий краситель. Лиловый краситель. Бебебебиловый краситель. Придумать, как сточить книгу-заклинание у миссис Фолькт. И тогда все должно получиться. О, сколько все нам нужно. Не волнуйся, Уинни, ты молодец, ты справишься. Так, ну-ка... Привет, Ханс. Привет, Ханс. Привет, Винни, что нового? Что там? Телекинезом, давай найдем, что нужно для изготовления краски. Напомню, что ты говорил. Я на поиске материалов, понял. Значит, пошли, пошли, пошли. Сейчас можно отдать ему пустую улей, как шлем. Интересно. Он постоянно попадает по лбу. Эта штука могла бы неплохо защитить его голову. Да, я так и подумал, спасибо. Привет, Винген. Ничего надо мне? Давай поменяемся, я тебе этот... Шлем, а ты мне ее... Ха, да, ну тебя. Зачем мне твой дурацкий улей? Улей? Что? Да нет, это даже шлем. Развини, Инна. Вот видишь, здесь отверстие для глаза. Одно. У меня вообще-то два глаза. Это... Так зрение обостряется. Вроде того. Да и выглядит круче. Так что ты будешь супер круто смотреться и заодно защищаться от ее. Супер круто, говоришь? Я прошу только ненадолго отдалжить мне ее. На минуточку. Ладно, если так. Только чтобы ты сразу вернула, ясно? Да, само собой. Конечно. Ну как, супер круто? Я ведь круто ее гляжу. Ох, еще как. Ты круче всех? Да, круто. А как же с Верингель? Да? Ты никогда со мной не говоришь. Что тебе нужно? Верингель, глупыш. Конечно, ты кому-то нужен. И если бы ты не был так занят обидами на остальных, ты бы мог заметить, как она с на тебя смотрит. И про кого? Кто? Кто на меня смотрит? Когда она на меня смотрела? Ну, все время. Постоянно. Я не верю тебе. Ты меня обманываешь. Ах, мальчишки. Какие же он молодоед. Не дотеплый. Нет, все равно. Я вообще хочу, чтобы на меня смотрел только один человек. Да, то есть, делки-палки. Только не взумай и дразнится у меня. А почему ты не говоришь с этим человеком? Все не так просто. Я не знаю, как это сказать. Не знаю хороших слов. Не знаешь хороших слов. Я никогда не знаю, что ей сказать. У меня сразу язык заплетается. Пусть ты не говоришь кому-нибудь. Ладно, ладно, не скажу. Так. Так, идите мне очень нужно идти ягодой. Ханс говорил, что из них можно сделать лиловый краситель. Я-то не знал. Сразу понял, что ты вводишь меня за нос. Нет, ты не так понял. Просто мы с Хансом... Не дам я тебе ягод. Я никому не дам. Но, Йорниль, у тебя еще... Что ты говоришь, что я жадный? Нет. Просто тебе не кажется, что ты уже наелся? О, так я, по-твоему, еще и обжора? Да нет, кажется, с тобой трудно. Так. Ладно, оставлю тебя в покое. Ты довольна? Еще бы. Это мои ягоды. Мои. Так, ну давай попробуем ему дать цветок. Так, Йорниль, знаешь, ты хочешь показать кому-то свои чувства, да? Нет. То есть... Да. И ты не знаешь, как выразить их словами, так? Ну и что с тобой? Просто эти цветы особенно не покажут твои чувства. И тебе не придется ничего говорить. Это как бы знак с надписью «Эй, ты мне нравишься». Попоразы? Это не лишь, если ты решила подшутить у Лени. В конце концов, тебе нужен цветок или нет? Эй, дай сюда. Эй, пожалуйста, дай мне цветок. Какой быдло. Ну так, ты его наденешь или как? Да, конечно, я просто... Уходи. Ты меня нервируешь. Ладно, голубок. Ладно, даже сколько благодарностей. Слушай, как странно, но они же реально одинаковый возраст. Почему тогда? Вот это вот, как ее звать? Я забыл уже. Она ведьма старая, а блондинка молодая. Какого хрена? О, виноград. Отлично. Но все, на счетах, все красители есть. Вроде бы все. Все проверим. Нате, краситель. Ханс, я кое-что нашла для лиловой краски. Зачем не придумаешь, Уинни? Значит, нам все еще нужно добыть материал для свечного фитиля. Синий краситель. Белый краситель. И книгу сточить. Хорошо, смотри. Значит, можно еще дать цветы. Это для синей краски подойдет? Нужно еще добыть хорошо для фитиля. Да, можно. Да не надо, не надо. Не-не-не-не-не-не. На поиске материалов. Для ее можно как фитиль использовать. Да слушай, Ханс, сгодится ли нить этой штуке для фитиля? Отлично, Уинни, молодец. Значит, нам все еще нужно добыть белый краситель и книгу. Хорошо, белый краситель подойдет мне? Я не уверена, но может он сгодится для белых свечей? Да-да, отлично подойдет. Фух. Слушай, как я сразу не догадался. Значит, нам все еще нужно добыть книгу. Хорошо. Привет, Ханс. Привет, Уинни. Что? Так. А куда делся человек с телекинезом? Давай его найдем. Если он может помогать людям, то пусть рассказывает мне, как сдать экзамен, правда? А вообще-то в этом я уже придумал, вот поэтому я настраиваю эту машину. Значит, так это мы уже читали. Так и сделаем, вот я не уверен, успеем над этой машиной. Нужно много работать, чтобы почему. Какого-то своего городские? Серьезно? Да, так и скажешь. Слушай, это уже все было. Так, ну хорошо, значит, пошли сюда. Так, ну давай вот, что у меня есть идея. Обогреватель же открывается все время, правильно? Так, подожди. О, йо, 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 куда ты? В огне дышащий дракон. Так, давай-ка выпустим твою гадкое огненное дыхание. Ого, так, не держи это в себе. Это обязательно, Инфрида? Те не кажется, что стало слишком жарко? Нет, я только что говорила, что здесь прохладно. Ну, ладно, хотя бы открой окно, пожалуйста, а то мы здесь испечемся. Опа, нужно вернуться в убежище, пока Ханс не рассердился. Я ключ хотел за одну забрать, но я же как раз там стоял. А вот, малютка, ты же здоров, можешь идти. Или нет, как пожелаешь. Привет, Ханс. Привет, Ханс. Привет, Инни, что нового? Что? Эй, я могу помочь тебе с экзаменом через окно. Никто не заметит. Пойдем готовиться к экзамену. Ладно, ты уже что-то подготовил мне в помощь? Ну да, конечно. Конечно. Хорошо, Ханс, скажи, когда будешь готов. Это плохо. Надо бы встретиться с ним в убежище. То есть я просто кинул Ханса и все. Ля, я крыса, конечно. Извини, Ханс, у меня мало толку. Я не переживаю, я не в следующий раз у нас получится. Я какой хороший мальчик, и он из-за этой ведьмы, козлини тварей, умрет. Так, но ключ явно от сарая, тем более тут так и написано. О, наконец-то получился. Я вошла в сарай. Почему-то мне казалось, что здесь будет интереснее. Маловато, блестящих, забавных вербушек. Маговато. Были ржавых штуковин. О, тут есть перчатки. Хоть что-то полезное. Опа, а я знаю, как перчатки можно использовать. Так, пошли. Заходим сюда. Перчатками можно взять сухой лед. Это будет как раз ты, про который он и говорил. Эм, чё? А ты кубик взяла сухого леда прям. Привет, Ханс. Привет, у них что нового. Так, пошли, поможем тебе с экзаменом еще раз. Но только сейчас мы ему реально поможем. Сейчас я думаю, через окно можно будет аккуратно закинуть сухой лед. Чай. Итак, момент истины. Надеюсь, меткость меня не подведет. Она типа, да, не заметила этого. Ой, что, что это было? Довольно необычный метод, но она должна приснимать весьма эффективно. Как тебе это удалось? Наука. Наука, скажи, что делал в науке? Это просто тренировки, а мисс Фойк, как вы и говорили. Что? Молодец, Ханс, ты выдержал испытания, и тебе есть чем гордиться. Да, ну и Ханс тоже не особо-то хороший человек, конечно. В чём дело, Ханс? При этом всё прекрасно получилось. С горячим чаем возгонка прошла быстрее, чем захотела бы с моими расчётами. Почему ты не сказал ей, что я делал в науке? Она всегда говорит, что мы теряем время. Оставляет нас после урока, ведь она была под впечатлением. Мы могли доказать, что она ошибалась. Я достану книгу заклинанной о невинне. Разве этого мало? Мало. Она... Нужно показать ей, что нельзя над нами издеваться. Но она ведь... Но ведь она беспокоится. А как же ты... Всё, что ты делал... То есть потенциал. Эти штуки могут использовать даже маги. Им есть чему научиться. Но если бы это был экзамен по колдосу, я бы провалился. И более того, Уинни, мисс Фойкт, посвятила свою жизнь чародейству. А люди не любят резких перемен, понимаешь? Нет, не понимаю. Твои эксперименты заслуживают внимания. Но не так, понимаешь? Если мы ждём от других терпений и понимания, тогда... Тогда мы сами должны быть терпеливыми и понимающими. Да, Уинни? Ладно. На время. Они могут в конце концов. Они поймут в конце концов. Но... Но ты молодец. Достал книгу всё такое. Ты тоже молодец. У нас отличная команда. Эх, ну ладно. Пойду поищу, что нам надо. Но, Уинни, подожди. Кажется, мы всё собрали, но у нас есть всё, что нужно. Погоди, для соклинания? Давай сотворим его. Ох. Чего ещё сделаем? Свечи расставлены здесь. И здесь. Да, вот так. Хорошо. А теперь, Уинни, прочитай вот эти вот строки из книги. Я? Почему сразу я? Уинни. Ладно, уговорил. Дай книгу. О, великая богиня, зайди ко мне. Вместо ритуала, посвящённого тебе, два глаза, я хочу отреть третий. Могучую минерку, прошу, разрешить. Да, Уинни, получается. Отгори своим тайным зрением. Открой мысли людей и стремления. Всё будет мне ясно, показано. И в священном месте сказано. Довольно. О, это сова. Так, кто забавляется с духом. Так, кто несёт боль и страдания. Я? Более страдания? Ауди альтерам, партэм. Будь предна черта. Девочка с третьим глазом зрит, но уже поздно. Слишком поздно. Третье глаз? Какая девчонка? Я? Не для тебя. Только не для тебя камни подчиняются лишь ей. У девочки глаза открыты, твои же закрыты навсегда. А у меня экзамен. Они мне нужны. Твоя душа была упокой испорчена. Девочка с третьим глазом впустит тьму. Нельзя было покушаться на её душу. Покушаться на душу? Но моя машина... Рука дьявола готова породить зло. О чём вы говорите? О, Ханс, о чём она говорит? Винни, сколько ненависти, сколько печали, сколько смерти. Нет, прекрати, пожалуйста. Жизнь уйдёт. Её ждёт. Не омоложение. Лишь понимание. Назад пути нет. Путь соткан, но рисунок не завершён. Погодите, путь уже соткан. Ныне, на закате, с совами нервы, простирает крылья. Поздно, как ни старайся, ищи девчонку с третьим глазом, желающую устранить тебя. Устранить? Девочка, что меня устраняет? Я никак? Отвергнишь её руку, и надежда для тебя не останется. Возьми её руку. Возьми её. Пусть всё кончится. Пусть всё кончится. Закончится. О, а вот сова осталась. Что? Я ничего не понимаю. Мой третий глаз, он не откроется? Уинни, всё плохо. Я знаю, что плохо. А мой экзамен? Нет, Уинни. Если у меня не будет телегенезиума, то... Что я мне теперь делать? Может, нам пора остановиться, Уинни? Да, точно. Вот как мне нужно поступить. Надо бы сразу это сделать. Мне нужно достать ятарную сфиалу. Нет, Уинни. Белые дамы. Чушь. И я в них не верю. Я всем докажу, что они ошиблись. Маме и Яннике. Всем остальным. Уинни, если с тобой что-то случится... Ты не понимаешь? У меня нет времени. Это речь идёт о нашем пути, о моей жизни. Я не хочу несчастной судьбой Ханса. Я знаю её, Уинни. Я просто сказал, что если с тобой что-то случится... Я возьму её с собой, только она видела сферу. Если она не скажет, где сфера, тогда я просто заставлю её показать. Вот она и стала мразью. Но если с тобой что-нибудь случится у Ини, тогда я буду... Я опять останусь один. Так, но она видела янтарную сферу. Яринда. Так, Яринда, хватит твоих игр в волчанку. Говори, где ты видела янтарную сферу. Послушай, я знаю, что ты говорила об этом матери, и я сама видела. В классе она спросила тебя, что случилось, когда ты упала в озеро. Ты написала об этом. Ты сама написала, что видела сферу. А все прошли, так что не нужно мне врать. Яринда, я помогла тебе с твоим глупым приятелем, и теперь твоя очередь оказать мне услугу. Мне нужно это, если я не достану эту сферу, то я завалю экзамен, ты понимаешь? Или ты мне не друг, Яринда? Хорошо, пошли уже. Но там же отпустили с сумерки время открывать новую главу. Что думаешь, Ханс? Красиво, правда? Весьма удачно, что именно сейчас защитник забыл о своем долге поиска ребенка. Интересно, будет ли за ним наблюдая девочка из западного леса? Ха-ха-ха, кто знает, возможно, это не имеет значения, к тому времени успею насладиться спектаклем. Кстати, это и есть дьявол. Яринда, что ты делаешь? Что здесь? То самое место? О, приветствую, юная леди. Скажи, как думаешь, ты не могла бы помочь старику? Я очень хочу пить, но эти воды вызывают у меня опасения. Ага, пить? У меня нет времени, погодите. Это куртка? Чья она? Чья это куртка? Дети, вечно вы не слушаете. Я ведь предупреждал его об этих водах. Но вы люди не слушаете. Йорин, да, фу. Чем? Он? Нет. Я предупредил мальчика, но он все равно прыгнул. Ханс. Нет, Ханс, Ханс. Я же сказал. Ханс? А че он не кинет ей сферу вот так вот? Типа, лови. Эй, утонули. Ох ты, шьёп. И все равно в воде находится ее, мы затащили обратно. Ух ты шо. Уинфрида, что это все значит? Я, я, Ханс. Ты, ты, негодница. Ты отправила его за сферой? Нет, нет. Он, он был совсем ребенок. Но ты все равно его послала. Зачем? Нет, все было не так. Ханс, я... Я... Там, где твоя сестра добила успеха, ты провалилась. Это была проверка твоего нравственного облика, Инфрида. Простое испытание. Почему, Инфрида? Но... Нет, подождите. Итак, путь виден всем, как на ладони. И... Пеперь... Я его превосглашу. Пеперь. И на люди. Норны соткали для тебя неувидаемую молодость и красоту, богатство и короля у мужья. Нет. Нет. Но ты, Инфрида, для тебя, Норны, соткали другое. Ты будешь проклятой, и облик твой станет достойным холодного скверного сердца. Нет, мама, прошу. Ты проведешь жизнь в тоске и одиночестве, и весь мир увидит твою суть. Нет, это не правда. Юринда, скажи. Юринда, помоги мне. Мама, мама, пожалуйста. Я, мне очень жаль, Инфрида, это... Я пыталась все исправить, ради тебя. Но это... Но это... Это сейчас сейчас воля Норны. Но, мама, я прошу. Мама, пожалуйста. Инфрида, прочь, дитя. Нет. Нет, нет. Нет! Сейчас надо взять руку, но она отбросит теорию. Я очень жаль, Инфрида. Оттолкнет ее руку, поэтому... Нет. Ты. Ты. Нет. Да-да-да-да, это просуньку, ты помнишь? Вы все заплатите, я... 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 Я приду за вербой. Упадет. Упадет, упадет. Упала. Упадет. Специально. Он босиком. Чуть-то. дедушки она идет к нему вообще нет а вот так девочка совершила невозможное заглянув в глубину этих болезненных воспоминаний но пока она старалась справиться ошибки прошлого настал поздний час и тьма воцелилась вокруг тем не менее чудо-девочка из западных лесов смогла вернуть людям мир и народ с любым свободным вздохнул несмотря на все посулы и награды которые ей предлагали девочки захотелось только одного на этом она возвращалась неважно сколько дорог событий испытаний остались позади и ничто не будет забыто и навсегда запомним ее и силу ее чистого сердца конец довольно таки интересная игра но ужасно сильно дроченые там некоторые моменты такие шокачьи хер поймешь что надо делать короче на этом пока завершим на этом все напиши любой контейн поставь лайк чтобы видео продвинулись подписаться на канал чтобы не пропустить новые игры а также ссылки в описании методом со скорой лимс